Глубоко уважаемые слушатели, коллеги и наши дорогие пациенты, большое спасибо за возможность участия в этом очень важном мероприятии, в обсуждении такой сложной темы, как хирургическое поражение скелета и настолько волнующие как пациента, так и специалистов, которые занимаются данным вопросом. И по существу, что мы можем сказать о хирургическом этапе лечения? Сейчас почему-то выключился. Уже Филипп Евгеньевич затронул тот вопрос, что, естественно, данная патология не может лечиться не в рамках мультидисциплинарной команды. И, естественно, с данной группой пациентов в первую очередь встречаются химиотерапевты. Но именно работая в тандеме со специалистами лучевой диагностики, патологами, радиологами, в компании с хирургами мы действительно можем значительно улучшить показатели не только так называемой выживаемости, но и, главное, функции, качество жизни пациентов. И основной тренд хирургии и онкологии 21 века – это не только улучшение отдаленных результатов, но и качество жизни наших дорогих пациентов. В отношении клинической картины именно то, с чем приходят наши пациенты – это, конечно же, боль. И мы должны помнить, что интервал между появлением клинических симптомов первых, то есть какой-то болезненности, дискомфорта, до окончательного установления диагноза может быть очень длительным. Даже когда речь идет уже о поставленном диагнозе онкологическом, пациенты долго не находят помощи, особенно если они ушли от регулярного наблюдения. Две составляющие боли, опять-таки Филипп Евгеньевич фундаментальный доклад озвучил, и ты уже поднимался этот вопрос, но мы должны понимать то, что есть биологическая ее составляющая и механическая. Биологическая обусловлена раздражением надкостницы, увеличением давления на костной структуре. Чаще всего она носит ночной характер и может быть купирована как стероидными, так и нестероидными, противовоспалительными. Чаще всего эта боль не зависит от положения тела. Механическая же боль уже представляет из себя наибольший дискомфорт. Это боль, которая связана с разрушением структуры кости, с ее нестабильностью, нестабильностью отломков и обломков. Эта боль усиливается, естественно, при движении, при осевой нагрузке. И в определенном положении можно достигнуть как облегчения боли, так и ее усиления. К сожалению, стероидные препараты не влияют на интенсивность данного вида боли. И, естественно, при лечении данной группы пациентов необходимо участие специалистов противоболевой терапии. Без него невозможно адекватно подготовить пациента к операции и в любом случае требуется снижение нагрузки на пациента. Диагностический алгоритм, он стандартный. И изменения в костях могут быть обнаружены как рентгенологически, так и более сложными методами исследования, как магнитно-резонансной томографии, так и компьютерной томографии и остеостентиграфии. После этого рождается вопрос о целесообразности выполнения биопсии. И, естественно, после выполнения биопсии должен быть собран консилиум. И именно тогда лечение данной группы пациентов будет носить мультидисциплинарный характер. В данном консилиуме обязательно должны принимать участие как химиотерапевт, радиолог, хирург, специалист лучевой диагностики, патолог и анестезиолог, чтобы оценить возможность выполнения того или иного оперативного вмешательства или стереотоксической лучевой терапии, или дальнейшей терапии в принципе. И что же должен пациент получить от лучевого диагноста при подозрении метастаз кости? Прежде всего, наверное, ответ на то, метастаз это или нет. Почему я поднимаю этот вопрос? Потому что зачастую наши дорогие пациенты, которые уже испытывают большой дискомфорт и боли, обращаясь к специалистам лучевой диагностики, выполняя компьютерную томограмму или любое другое исследование, не получают ответ на него. Вместо этого в заключении будут указаны неспецифические изменения, остеомиелит, гематома, какие-то посттравматические изменения, вообще черт знает что. А самое страшное слово, на мой взгляд, это очаг. Очаг – это вообще ни о чем. Это консультация онколога еще часто приписывается в конце, называется «позовите врача». В таком случае, конечно, нужна адекватная анализ тех изображений, которые мы получили. И пациенту зачастую рано паниковать, и надо обратиться просто к специалисту, который его ведет, и специалисту, который занимается проблемой патологии костей. От компетентности рентгенолога в данной мультидисциплинарной команде, я постоянно буду отсылаться к этой картиночке, которую вы видите на экране, зависит очень много, потому что это первичный этап диагностики. Дальше формируются показания для биопсии. Нужно понять, точно ли это метастаз, и в ряде случаев, при ряде опухолей необходимо определить ее биологический профиль, особенно на фоне проводимого лечения, на фоне комплексного лечения. Где же выполнять биопсию? Ничего не соскочило. Где же выполнять биопсию? Насколько мы должны выполнить эту биопсию настолько малотравматично, насколько это в принципе допустимо в данном случае. И она должна осуществляться в профильном учреждении. В рамках профильного учреждения, естественно, принимает участие в принятии решения о биопсии рентгенолог, интервенционный хирург и хирург-онкоортопед. Варианты выполнения биопсии хорошо известны нашим пациентам, и они могут осуществляться под КТ-навигацией, ультразвуковой навигацией. Мы можем забрать костную ткань путем трепан-биопсии, именно костный столбик, так и путем тонкоигольно-аспирационной биопсии, когда нам требуется лишь подтверждение того, что это метастатический процесс и не требует более глубокого анализа биологии опухоли. Притом выполняется биопсия как под местной анестезией, так и под наркозом. Все это решается индивидуально, исходя из меньшей травмы к пациенту. Данный слайд я позаимствовал из доклада профессора Теплякова. И очень важный вопрос о востребованности хирургической помощи при метастатическом поражении скелета. Обратите внимание, что ранее публиковались цифры, в 1989 году команда Малавера осознала, что востребованность хирургического компонента у пациента с метастазами в кости порядка 5 и не достигает даже 9%. А в настоящее время, по современным данным, в зависимости от той патологии, с которой мы имеем дело, востребованность хирургического этапа достигает 20%. То есть мы в настоящее время к хирургической помощи прибегаем в два раза чаще. Чем это обусловлено? Конечно, тем, что значительно улучшились возможности системной терапии. Мы стали больше понимать об онкологическом процессе, что позволяет нам добиться лучших результатов. Существуют показания для хирургического лечения. В каждом виде лечения мы должны понимать тот этап, на который мы должны выступить вперед и, конечно же, не привести к ухудшению состояния. Когда речь идет о солитарном поражении, конечно, хирургия выходит вперед, потому что мы можем добиться радикальности, и при хорошем прогнозе это будут замечательные результаты, функциональные результаты. Наличие патологического перелома, когда речь идет о босевом скелете особенно, это является показанием как минимум для стабилизации, для стабилизационной операции. Угроза патологического перелома, особенно для несущих нагрузку костей, естественно, требуется стабилизация. Если же речь идет о остеобластическом поражении, или кости, не несущей нагрузки в полиметастатическом характере, или без угрозы перелома, хирургия уходит далеко на второй план. И в данном, естественно, этапе принимает как хирург, онкоортопед, так и радиолог, химиотерапевт, и выделяются и определяются показания для того или иного вида хирургического лечения. Притом, объем хирургического вмешательства зависит от распространенности, причем распространенности как по костно-мозговому каналу, в зависимости от отношений к ростковой зоне, особенно когда речь идет о пациентах детского возраста, отношения к артикальному слою, в зависимости от экстраскелетного распространения, взаимоотношения с анатомическими структурами, в частности с сосудами и суставами, а также от характера проводимой системной терапии, а также сроков выполнения планируемой системной терапии, потому что мы должны понимать, объемное хирургическое вмешательство может в значительной степени отсрочить проведение следующих этапов терапии, и, конечно же, решение об объеме и варианте реконструкции принимается индивидуально. Отдаленные результаты лечения, естественно, зависят от морфологии, от края резекции и хирургического вмешательства, но функциональный результат зависит, естественно, от варианта реконструкции. Причем функциональный результат может быть как отдаленным, так и непосредственным. В настоящее время у нас уже нет вопросов, что мы можем заместить. Действительно, хирургические возможности продвинулись значительно вперед, как использование различных комбинированных пластик, сосудистых протезирований, так и индивидуального эндопротезирования костного аппарата. Реконструкция костей бывает самая разная, начиная от модульных, стандартных систем и комбинаций из этих методов до индивидуального эндопротезирования. И при том мы можем реконструировать не только кости, но и различные мягкие ткани, что значительно улучшит функциональные показатели. Даже полиметастатический процесс в зоне крупных суставов с полным замещением, наверное, раньше привел бы, и мы были вынуждены бы выполнить ампутацию в данном случае. Но насколько продвинулись наши возможности благодаря определенным модульным системам, которые позволяют нам подобрать оптимальный вариант реконструкции, это видео с разрешения пациента выставлено на четвертые сутки после операции. Вы видите, какой был колоссальный объем резекции, она уже на ногах, она восстанавливается. И сегодня как раз мы с ней созвонились, уточнили, как она себя чувствует. Она получает системную терапию и надеемся, и дальше у нее все будет идти только на улучшение. Внутрикостная фиксация различная у нас есть с использованием комбинации аллокости с так называемым внутрикостным остеосинтезом, когда мы можем быстро и малоинвазивно заместить дефект и быстро поставить пациента на ноги, что позволит ему в ближайшем будущем получать дальнейшую системную терапию. Обратите внимание, как за последние годы возросло внимание к 3D-печати в медицине. И это, естественно, отразилось на наших онкоортопедических возможностях воплощения самых смелых идей. От маленьких косточек запястья до индивидуальных протезов пяточной кости, что раньше было просто невозможно, невозможно было изготовить на станке для каждого пяточную кость, грубо говоря. Так и самые разнообразные варианты реконструкции тазового кольца, это все стало возможным. Слава Богу, и в нашей стране, в которой действительно много проблем, эти технологии доступны пациентам, и это все оказывается бесплатно в рамках квотного обеспечения. И когда мы говорим об индивидуальном андопротезировании, изначально происходит сегментация данных на компьютерной томограмме, мы составляем виртуальную анатомическую модель. И в зависимости от аналитики, которую мы получаем от этой сегментации, мы планируем резексу и затем планируем ту модель, которая оптимально подойдет каждому пациенту и будет обеспечивать оптимальный функциональный результат. Даже мы уже заметили эволюцию тех моделей, которые применяем в зависимости от той зоны, которой занимаемся. И как запястье, так и локтевая зона с применением индивидуальных имплантов, которых не было раньше в доступе. И, естественно, мы не могли себе позволить такой характер конечносохраняющих операций. Обратите внимание на функцию на данном видео. Это тоже ранние послеоперационные сроки. Как видите, еще даже не смылся настоять антисептик с кожи пациента. Он уже в полной функции конечности после той кошмарной опухоли, которая располагалась в зоне локтевого сустава. Но это действительно нас очень радует и радует наших пациентов. Даже при протезировании тазового кольца, используя индивидуальные ТД-принтинговые модели, мы можем позволить вот такой функциональный результат. Посмотрите, пациент свободно перемещается, он поднимается по лестнице без опоры. Да, это не ранний послеоперационный период. В раннем послеоперационном периоде работали блестящие реабилитологи нашего центра, которые позволили в кратчайшие сроки поднять пациента на ноги и в дальнейшем, что позволило нам вести его в амбулаторном режиме. Как нам попасть, это совсем несложно. Слава богу, появилась телемедицина. Это огромный ключ, замечательный ключ для того, чтобы проконсультировать пациента из самой дальней глубинки. И в рамках телемедицины приходит множество запросов, мы никому не отказываем, когда мы можем помочь. К сожалению, не всегда наши возможности безграничны. Но там, где это возможно, нужно пользоваться современными технологиями, и мы не будем отказываться от этого. И мы, более того, всегда на связи, и наше подразделение всегда на связи. И мы работаем мультидисциплинарно, и, естественно, в компании наших коллег и реабилитологов в том числе. Большое спасибо за ваше внимание, и я с радостью отвечу на те вопросы, которые у вас возникнут. Продолжение следует...